Всем привет, друзья! Я считаю, что вот на стадии полуфиналов команда MyDGB не сможет бороться с WG, ну ура! Не знаю, мне так кажется. Если выиграют, конечно, будет хорошо, посмотрим. Ну вот тут уже болеть мне не за кого, да и нам вообще не за кого болеть уже на этом турнире. Печаль, печаль, конечно, но вот опять же очевидный пуш пропета не закрывался, команда EZN как нужно, бегали на длину и от этого и проиграли. В принципе, ДДАС второй. Вот вся основная ошибка. Одно ОВП, конечно, бы зарешало и с Респаба оно зарешало намного чётче, чем так. Ладно, то сейчас я вот позвоню, позвоню. Мне нужно набрать один супертелефонный номер, но мы смотрим игру. Субтитры создавал DimaTorzok Еще, кстати, вот звонок. Звонок надо будет до ТАФИ сделать. И мне еще тут позвонили, когда я с ТАФИ разговаривал. У меня все сбросилось. Беда какая-то, короче. Ладно. 4-0 здесь пока что за Вэри Геймс. Они уверенно контролируют ситуацию на карте Детрейн. Ставлен в этом матче на 2-0. Не, ну если будет Днюк, то там Майди Джиби поборется. Опять же, вот на групповом этапе команда Майди Джиби смогла перевернуть команду Вэри Геймс. Но здесь, я думаю, этот полуфинал и второй полуфинал закончатся достаточно быстро. Я, кстати, не знаю время финального матча. Если будет матч за третье место, его смотреть мы, скорее всего, не будем. Нас уже здесь будет интересовать только финал. Но вот один из полуфиналов зацепить все-таки стоит, конечно же. Я вот сейчас попытаюсь узнать инфы немножечко у Нила Топа, вот если он здесь. Я просто спрашиваю у него, когда будут играться финальные матчи. Матч за третье место и в сам финал, собственно. Спрашиваю, знает ли он об этом или нет. Просто это очень-очень важно. Если у кого-то есть такая информация, друзья, зайдите в чат в стиме, дайте ссылку, я прочитаю. Или хотя бы напишите мне, когда и что, почему, чтобы я мог как-то сориентироваться. Ну а здесь пока что Майди Джиби, друзья, атакуют. Быстрый раунд играют в сторону Апплента. С двумя девайсами остаются и не могут пока что разыгрывать сотку. Ну вот минус от Оскара и 2 в 2. Экзистенс сейчас здесь их... Ой-ой-ой! Отшлёпал, отшлёпал Экзистенс их своей нежной сладкой французской плёткой и счёт становится 6-0. Так, надо почитать, наверное, мне, что происходит вообще. Вот в киберарену чат зайду сейчас, там нас много было. Там нас целых 30 человек в чате и я присоединяюсь к комнате чата группы. Погнали! Погнали! Ну что, ни у кого нет инфы, когда будет финал? Вот у меня тоже нет, организаторы не сообщили. Не сообщили точное расписание. Вообще, перед каждым чемпионатом обычно сайт HealthWork узнаёт информацию и публикует вивергайд. Здесь же вивергайда нет. Если вчера по плану планировалось то, что будет играть группа А, группа Б, а потом только они дойдут до стадии плей-офф, то тут всё намного жёстче оказалось, как я понял. Ну и, кстати, играется после группового этапа не дабл элиминашн ансингл. И это самое-самое странное, если честно. Ну, по одной команде отсели в группах, на плей-офф осталось 8. Ну и сейчас уже вот четвёрка команд, которая осталась на этом чемпионате. Не вылетела. Майди Джи Би, Словакия. Словакия и Чехия. Вэри Геймс, Франция и Бельгия. Команда НИП, Швеция и команда Байкей, тоже Франция и Бельгия. Там три жёстких есть игрока из Франции, есть жёсткие бельгийцы. Вот играет один человек из команды Джаз за Байкей на этом чемпионате. Ну, не знаю, на временной основе или нет, но, по сути, там был Липтон в составе, но он завязал с КС, и у команды были проблемы с составом. Они даже на один из официальных матчей позвали, в рамках Старс серии, позвали девушку отыграть за них из какой-то женской команды. Ну и больше, видимо, пятого не было. Ну и в итоге выиграли они ту встречу. Ладно, здесь пока что эко от Майди Джи Би, и пока, по-моему, тут даже намёка быть не может на то, что на этом эко какое-то чудо может произойти. Ну вот единственное чудо, это минус сплётки, которые мог сейчас дать U0, но его снёс моментально existence, и счёт становится 7-0. Такие вот пока не сладкие пироги. Так, товарищ, что он молчит? Так, до организатора уже запретили Healthy Work вести репортаж, только кадры-то имеют на это право. Да нет, они не запретили иметь репортаж, они объяснили в ответном письме, как что происходит. Просто тут надо понимать, что с одной стороны, просто с одной стороны мы это можем видеть, как вот работают там Холтиорга, да, как сайты, которые реально, реально занимаются освещением. То есть, да, они все профессионалы своего дела, там, на мой взгляд, вот одни из лучших журналистов сейчас собраны. То есть там, тем более, есть всеми любимый Никсон Пёс, который ездит на каждый турнир. Здесь, кстати, смотрите, быстрый выход на А и поджим от ВГ с закрытого плунта просто уничтожает все мечты Словаков о выходе их любимой команды в финал. Ну и Кеннис будет дефить бомбу, естественно. Хотя вот не даёт этого сделать. Нет, всё, пошёл, пошёл Дефьюз. Ну, вот с двумя потерями Allround заканчивают победами восьмой. Ну и 8-0. Так, тема просто в том, что да, Холтиорг, сайт, где репортаж, журналист, а с другой стороны, кадры Торк являются организатором этого турнира. И что самое, кстати, главное, надо перезайти на Гол ТВ. У нас глюк с моделькой. Ну, пытаемся перезайти. И думаю, что всё будет нормально. Но, с другой стороны, это бизнес, опять же, да. И, например, у тому же Кадраду, да, который, где организатор или глава Кадрады из Heaven Media вложил деньги в этот чемпионат. Он хочет получить с этих денег, да, какой-то ещё бонус в виде, там, да, посещаемости на сайте или статистики на сайте. Это очень-очень важно. И Холтиорг, понимаете, не запретили освещать чемпионат. Они могут писать всё, что угодно, они могли туда приехать, остаться где-то рядом. Просто им не сняли номер в гостинице. Вот и всё, что можно здесь сказать. Так что там, то, что написано на сайте, я даже серьёзно не воспринимаю. Вот, но Холтиорг всё равно молодцы. Они всё равно ведут сейчас репорт, как бы, да. Но единственное, что нет в Ювергайде, это меня пугает. Всегда должен быть в Ювергайде. Вот у нас, например, на лан-финалах Старладдер всегда был Ювергайд по всем дисциплинам, всё было плотно. Ну и у комментаторов всегда был сценарий, кто где, что и когда комментирует. А здесь пока что повторная попытка медленной атаки от Майги Джи Би. Выждали в апдауне, идёт открытие, достаточно плотное, минус 3, минус 4 и минус 5. Вот Майги Джи Би, это новое, не знаю, новое веяние в Counter-Strike Global Offensive. Либо берём раунд за секунду и делаем минус 5, либо не берём раунд вообще. Ну и 7 раундов преимущества в Эрик Геймс. Так-так, нехреново, да? Так, оп. Давайте вот эту вот штучку выделим. Вот эту выделим. 8-1. 8-1. Беда, печаль, караул просто. Уберём эти штуки. Эх, давайте посмотрим, что Майги Джи Би будут делать при такой сложной ситуации. Не, 8-1 ещё не всё потеряно, есть какие-то возможности сыграть в камбэк, НБК, Аркадабдауна. Сразу же плотненько будет ждать в доме, в принципе, атаку. Атака, посмотрите, выходит на закрытый, на морозе, в экзистенса. Тот даже не берёт АВП, тот играет сразу с плёткой на закрытом, и у него получается уже сделать минус 2. В паре с ним пришёл РПК, защитил второго парня. В спине Смитс и НБК вместе пушат, запирают атаку. Сейчас попытается здесь Оскар как-то перевернуть это дело. Остался Гвардиан Оскар в паре вдвоём. Ну вот, вряд ли здесь, конечно, им запрёт. Нет, здесь есть шанс выйти с респа на 100 и, может быть, кого-то выцепить, но не больше. Ну вот, Гвардиан, видимо, уверен в своих силах и на тайминг отошёл, на тайминг отошёл. Его ещё с верхнего, кстати, жмут. Вот, посмотрите, Оскар, кстати, не спешит занимать апдаун и аккуратно играл, чтобы зачекать респ. Он, видимо, подозревает, что, скорее всего, кто-то попытался всё-таки проаркадить 100, зайти на респаун и выйти в дом. Ну и открытие АВП плюс АК на нижний вдвоём. АВИК минус МИЦ. Ну вот, Гвардиан порешил первого. Два в три. Тут уже можно играть. Ставится бомба. Ещё минус от Гвардиана! Заносит парень, но о нём мы не понаслышке знаем. Минус три от Гвардиана и минус четыре можно было отдать, но остался товарищ Оскар. Давайте посмотрим. Ну вот, Гвардиан сейчас просто для своей команды сделал второй раунд, по сути, это дело. И если РПК здесь каким-то образом сумеет затащить, то провал карнавал. То вот этот парень с ником Total Destruction, он же Оскар, может забивать на Counter-Strike. Но, как видим, всё нормально. РПК ждал захода из-за Попдога. Из-за Попдога никого не было. Счёт становится 8-2. Благодаря Гвардиану и его стараниям команда Майди Джиби берёт свой второй раунд. И немножечко подрывают экономику французской команде. Но, тем не менее, те всё равно играют бай. Они рискнут сыграть на один дроп. Ну, тут уже не будет, конечно, плётки. И прочих бонусов не будет. Жёсткие раскидки. Там он... Ну, флешка граната. Дым-две флешки и флешка-дым-граната. У пятого игрока у РПК вообще одна флешка. Он у нас сегодня вообще под номером один будет занимать верхний. Ну и Майди Джиби. Посмотрите, что делают. Выходят 100 плюс апдаун. Рвут сразу. Один прошёл уже в линк. Кеннис пропустил... Мог сейчас пропустить игрока. Да, пропустил игрока атаки в перемышку. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Посмотрите, что он творит. Он просто спокойно проходит. Его тиммейты всё равно умудряются сдохнуть в апдауне, имея такое преимущество в лице одного игрока. И вот этот персонаж, который заполучил преимущество вместо того, чтобы пойти на закрытый и зайти в спину к защите, которая шла в спину к атаке, пошёл на КТ-респаун, посидел на нём, вышел на линию, бегает по линиям. Ну, его уже, естественно, увидели. И, по-моему, это смертный приговор для Оскара. Это 9-3. Всё-таки MyDGB... Ну, не будут брать раунды, если Guardian не будет убивать. Это уже беда, потому что играет команда. Так, ну, Дефенс на 3-е не сильнее. Интересно посмотреть, на что за защиту способны ДГБ. Ну, это да. Но я опять повторюсь, мне кажется, что на стадии полуфиналов в Эре Геймс, как ни крути, они всё-таки чемпионами были, да, в Сурсе и обыгрывали. Обыгрывали, ещё раз обыгрывали. Обыгрывали, может быть, и не с лёгкостью, но, тем не менее, лёгких игр не бывает на стадии полуфиналов. Но я поставлю здесь вот на их победу. Всё-таки у них есть уже опыт против... игры против вот таких парней. Ну, MyDGB чё сливаются, идут на закрытые. Тут, как видим, NBK с RPK, в принципе, кладут фактически за одну секунду всю пятёрку игроков нападения. Они дали выйти даже на низ. Счёт становится 10-2. Вау, французов очень хорошее преимущество наигранное. Они попытаются, вот и сложившейся ситуации, сейчас, наверное, выжить максимум и ещё 3 раунда забрать себе. Возможно, даже цель такая стоит. Слэм, а почему вы свои стримы через YouTube не ведёте? Ну, пока ещё рано. На самом деле, YouTube в плане предоставления... То есть, если на OM3D у кого-то лагает, да, то на YouTube вы все повиснете. Это я вам обещаю. Ну, и плюс у YouTube нет серверов, например, нормальных для вещания. Нет, как бы они есть, да, например, вот в России, да. Они есть там в СНГ, они есть в Германии, но, к примеру, они разрешат использовать свой российский сервер для вещания, если вы будете освещать какую-нибудь континентальную хоккейную лигу или чемпионат, там, мира по футболу. Да, они, а, давай, круто, да, мы дадим вам сервер, чтобы вы выдержали. Когда мы их попросим выделить нам что-то, типа, на трансляцию по КСу, они, конечно же, замнутся. Так что ждем, когда КС будет смотреть 100 тысяч лайк, тогда можно будет их напрягать. Итак, минус от Верри Геймс, даже минус 2 от Верри Геймс, Киенис, НДК, забрали двоих. Размен дает, Ю-0 забирает спину, но вот РПК сыграл сразу на размен, и, несмотря на поставленную бомбу, в очень-очень такой пикантной ситуации остается последний игрок атаки, его сейчас будут забирать, и, скорее всего, возможно, даже с пистолета. Но это я уже сказал, когда увидел, что убили. 10-2. 11-2. 11-2. Ну, вот оно преимущество. Финальное набирается у Верри Геймс. Вообще, пистолетка второй половины, она решит, кто есть кто, кто хорош, кто нехорош. Ну, у нас остался последний раунд, последние два раунда, которые мы с вами посмотрим. Один из них мы увидим прямо сейчас. Так, там уже пошла в дроп плетка, все, Кенис сейчас возьмет плетку и пойдет что-то ставить, да, как я понимаю. Да, забрал свою плетку, при том, что что-то у них там с деньгами вообще все в порядке, что Кольт просто так оставили лежать на респауне. Пуш апдауна от ВГ. Ну, атаки опять свои какие-то планы, очень медленная игра через дом. И, видимо, в планах у них потом попытка какая-то выхода либо открытия на закрытый план. Ну, апдауны они, конечно, не спешат тоже открывать, играют очень медленно, будут ждать. Подождать, подождали, начали спускаться, ну и выход на закрытый. Будет разыгрываться сейчас. Там у нас Existence единственный на приеме. Но у него плетка, вот это самое главное. Ну, там дым лег снизу, Existence видел, решил сосредоточиться уже на заходе в плент. Не, ну, попдок пусть проходит, Existence здесь, в принципе, наплевать, он дал он футу, что флеш... И посмотрите, что делают! Вот это так, да, пуш! Вот уже узнаю. Узнаю мои DGB, Аркадия Линопарыча на DICE-2, решили за Аркадий здесь, заняли линк, посмотрите, обошли просто в Ири Геймс в спину и начинают раскладывать по одному, но тут может зарешать все еще. Ну, могли зарешать в Ири Геймс, если бы Кеннис, конечно же, убил кого-то. Ну, это, знаете, то ли супер игра от Майди Джиби, то ли они нереально тренировались много, чтобы вот такой раунд разыгрывать, либо просто уже на чистом энтузиазме, там, на фантазии выпирают. Вот вам Аркада, да, дождались Аркада от Майди Джиби. Может им играть постоянно в Аркаду? Вроде хорошо в Аркаде. Ну, хотя, опять, раз на раз не приходится, да, в этот раз получилось собануть Экзистенс и пройти мимо него, да, сделать вот такой вот крюк и ход к нему устроить вот здесь вот расправу с Верри Геймс, в другой раз может этого не получиться. Но, тем не менее, на 11.4 могут позволить себе выйти Майди Джиби, это не так уж плохо для карты Трейн. Опять же, сильной стороной является Дефенс, при том, что очень-очень сильный. Смотрим на подсаженного Экзистенса. Он даже вроде не подсажен, он вроде бы как вот с этой лестницы залез как-то вот сюда и сумел пройти по этой штуке. Оп, такой десантировался и 84 ХП у него осталось. В 1.6 бы там ХП 20 снял. Ну, что, тут выход закрытый, идет стяжка от Верри Геймс и на БиК готов занимать верхний. Верхний пока что пустой, атака будет выходить снизу, сразу же втроем играет до контакта вот с Кеннисом и он проигрывает Гвардиан. Он тут развели. Минус 2 от Гвардиана. Вот застилил он, конечно, здесь сейчас фраг своего тиммейта, видит перемычку. И еще один минус от Гвардиана. Смит задочекался. Упала граната, верхний горб и Гвардиан на этот раз промазал. Ну, позволил добить своим тиммейтом. Оппонента последнего это был на БиК. Счет становится 11-4 после первой половины и возможно, сейчас мы увидим переворот от Майги Джиби. Но я, по крайней мере, надеюсь, что будет какая-то интрига в этом матче. Не хочу, чтобы Верри Геймс просто брали. Но по прогнозам, опять же, пользователи, зрители знатоков в отсутствии сцены меня предупреждали, что вот эти парни из Майги Джиби просто так сдаваться не будут. Я, конечно, немножечко погнал и разозлился, может, даже где-то местами, когда они убили команду Затнейшу. Но, опять же, все из-за все из-за того, что болел. Болел я за Зенов. Думал, что вот он полуфинал моей мечты. Сегодня мне было бы приятно, конечно, если бы русская команда снесла Верри Геймс на этом чемпионате отправила их играть за третье место. Но вот, видимо, не в этот день. Ну что, здесь ВГ очень-очень успешно атакует. Открытый плент занимает А, дают минус 3. Ошибка от Майги Джиби была то, что они пытались отыграть, опять же, только от пятой линии свои пистолеты. Не вышел на перекрестный огонь никто с зига. Никто не стал аркадить в спину закрытого плента. Не было быстрой хилпы и на перестрелке контактной все решилось очень плохо. Ну и Майги Джиби такие парни, то, что вот у них реально идет такой жесткий стил по фрагам. То есть, вот если, например, двое стреляют по одному, да, тут уже принципиально вмешивается третий, чтобы зарубить себе этот фраг. Вот. В итоге фокусирует по одному втроем, а остальных двух не видит. А те два в ответ отстреливают. Ну Ю-0 здесь что? Его просто гоняют 12-4 и минус. Деньги у Майги Джиби, двояка раунда советит отыграть. Сейчас команде из Словакии и Чехии. Там же два Чеха, два Словака. Ну, будем говорить из Словакии. Ну, может быть, из этого что-то хорошее получится. Посмотрим. Неплохо Гвардиан затащил. Ну, Гвардиан, да, но он один. Он один, опять же. Один в поле не воин. Как бы... Тема в том, что КС. В КСе вот играет команда, играет команда и только команда. Никаких там минус пять меня берут играть все крутые типы, потому что я делаю минус пять. Здесь такого нет. Тут все очень четко. Ну что, медленный раунд от ПГ. Они придерживаются антиэк-стратеги. Открывается первая ПК, она дает инфу о упоре. В сотке также Экзистенс отстреливает Снейкса на этой же сотке. Ну и защита в меньшинстве на Экораунде. Тут вот такая позиция. Я вот как-то играл к СДМ и видел одного игрока, не скажу какой ник, не помню, но он очень... Там просто походу какой-то краб зашел на этот Дэм поиграть, и он очень любил эту позицию. Находиться на ней, сидеть на ней и убивать с нее. Ой-ой-ой. Куда деваться. Ну что, здесь видимо еще Майди Джиби наглости хватает для того, чтобы остаться и попытаться забрать девайсы. Ну, очень плотно играют, конечно. Вот в тот момент, когда надо бы выйти, умереть и подумать, что вы будете делать дальше, они пытаются оставаться в позициях. Ну и Гвардиан последний. Гвардиан может здесь попасть, но с П-2000 на таком расстоянии, конечно, это не самая легкая задача, но он пытается на морозе подстрелить проход на сотку, взрывается бомба и Гвардиана отстреливает Кеннис, как видим. 13-4 в пользу французского коллектива. 9 раундов разницы. И это негативная ситуация. А я тем временем все еще пытаюсь узнать, когда будут играться финальные финалы. Финал, разумеется, матч за третье место. Я не знаю, сегодня они или завтра, но я надеюсь, что завтра, а не сегодня. Просто если это завтра, то если это сегодня, то команды просто сейчас потухнут реально перед финалом. Как ни крути, тяжело столько играть. И Heldwork вот тем временем выложили CSGO рэнкин. Ранг CSGO. Кто на каком месте по их версии находится. Параллельно, кстати, там вроде как не Байкей уже должны были начинать играть. У них 18-20 стоит расписание и там карты пока что стоят ТБА. В нашем матче карты, видимо, тоже будут ТБА стоять. Кстати, Cadetwork, который эксклюзивно освещает, да, посмотрите у них, найдите хоть одну новость по этому турниру, хоть одно там какое-то замечание по поводу Counter-Strike. Там вроде вообще забили журналисты на это на все. Кстати, чувак, который брал интервью Weevil, это оказывается тот тип, который должен был со мной связаться и поделиться со мной логотипами разными прелестами с этого мероприятия. Но он этого не сделал. Вот опять у нас снизу был титр, друзья. Опять же, если я провтыкиваюсь с титром снизу, говорите мне об этом, я его буду убирать. Ну, а тут Вери Геймис опять разыграли против деглов, при том, что без потерь, ну, и в свою пользу, конечно же. 14-4, и шансы команды Майди Джибина великолепную игру в защите, но они, опять же, они упали с первой пистолетки, тут все было понятно, первая пистолетка и это домой. Ну, не домой, а минимум уже нужно задуматься о второй карте. А вот какая будет здесь вторая карта, я не знаю, но если это будет нюк, друзья, это будет очень интригующе в любом случае, потому что Майди Джиби в групповом этапе уже смогли держать победу над командой Вери Геймис на нюке, и здесь может ситуация повториться. Ну, в лучшем случае для них, конечно же, но опять-таки ВГ сегодня играют крайне напряженно на свои матчи, и я думаю, что это только хорошо, только хорошо. Ну, вот после поляков эти парни, я думаю, уже готовы ко всему, к любым каким-то попыткам камбэка, попыткам еще что-то сделать, потому что, судя... Так, вот сейчас Кэпи минус на зелень должен давать. По факту атаку закрыли на сотке, не дали пройти сюда. Кеннис сейчас попытается сыграть как-то в размен вместе с НБК, НБК удалось выйти из зелень, а вот у Кенниса, который перекошенный бедняжка, шансы достаточно малы. Ну, вот играет он вообще по красоте, посмотрите, залез на сцепку, прочекал линк в перемычке, никого не нашел. Ситуация 2 в 3, один игрок защиты красной, это товарищ Оскар. Ну, вот он сейчас будет играть как раз-таки одну из ключевых ролей в этом раунде, он будет заставать врасплох УВП, которая сидит просто так, и минус в спине. Это результат. Ну, и бежит дефьюзить бомбу. Опа, бомбы здесь нет, опа, она здесь, да, ну, и давайте зарежь своего тиммейта и задай в бомбу. Эх, надефузил он себе свое второе MVP. Красавчик, красавчик. Ну, еще отстанавливается 14.5, MyDGB берут свой девайсный раунд. Эти MyDGB больше похожи на простой HardMix, чем команду. Не, ну, знаешь, я бы сказал нет. Вот, опять же, несмотря на то, что они обыграли ZN весьма, весьма глупым пушем с парапета, да, несколько раундов подряд они его делали и у них получалось выигрывать эти раунды, это все-таки их заслуга как минимум, ну, и то, что ZN там не оставались на респауне, это уже косяк ZN команды. У MyDGB все отлично. Вот Ангел сказал, что ему понравился стиль игры на Дайсте втором этих парней. Написал у меня в Steam об этом и может быть даже ну, посмотрим, что будет здесь, как бы, я пока не знаю. ВГ, выход 2, зелень, потому что зелень пустая, там один капи, он играет на чеке и то играет на чеке сразу проходы на пятую линию, он слышал проход, видел ноги, первый пошел и в ответку сразу Existen, пытался зажать и Existen сразу его просто казнил. Ну, на проходе могли еще подловить RPK, но не получилось этого сделать у словаков. французы готовы сейчас сплетануть B, при том, что посмотрите, по факту, это минус он, минус он, но каким-то чудом Гвардиан еще дает один фраг, его отстреливает сразу же Кеннис, минус в пленте, решающий от Смита, закрытый плент, по сути, за атакой, но вот врывается Снейкс, и который, вернее, не Снейкс, Оскар, который здесь творит правосудие, дает две, две головы, переворачивает ситуацию, приходит Хелпа в лице товарища Снейкса, и вдвоем они, в принципе, берут этот раунд. 14-6, странно, вообще, у ВГ все было замечательно, я пытаюсь опять перезайти на Гол ТВ, потому что меня вот эти парни, которых перевернуло, очень сильно пугают, и может быть получится. Так, игра-то новая, но действие-то похоже, не, ну действие похоже, но опять-таки, нужно отыграть, я думаю, как минимум, сколько отыграли эти парни, да, чтобы делать выводы по действиям. Опять вот здесь ходит эта тетка с этим пылесосом и думает, что она мне не мешает. Слишком много раздражителей сегодня находится. Мешает мне смотреть матчи вместе с вами. Ну и ничего, я просто сяду поудобнее, развалюсь в кресле и буду наслаждаться сегодняшним Counter-Strike. Итак, в Ригеймс, 3 зелень, 1-100, 1 апдаун, эко-раунд, бомба у Кенниса. Как они ее пытаются, попытаются ли они ее поставить, я не знаю. Но попытаться стоит. Опять же, капитан очевидность с вами. Вот однообразно играет Капи, посмотрите, снова он пропускает здесь пятую линию, всю. Он не знает об игроке на зелени и, скорее всего, останется стоять на единице, да, именно к единице ему тут. Хочется пробраться, U0 отстреливает НБК, но с зелени игрок к атаке нет, не реализовал позицию РПК. РПК ждал Капи, внимательно разыграл, внимательно. Но он опять же, он дает дым, и если атака дает дым, он здесь сидит, и он слышит, кто здесь пробегает, куда здесь пробегает, поэтому ему, в принципе, смотреть. Вот проход на пятую линию, ну, проход на А2, это можно назвать достаточно нормально, А3, А2, А1. Вот эта штука, кстати, буржуя, вот эту штуку, саму вот эту вот линию, которую я называл всю жизнь просто линией, когда комментировал, ее они называют туннелем, именно туннелем. Но здесь она, в принципе, туннель, так что можно, можно ориентироваться по точкам Counter-Strike, и по дефолтным точкам Counter-Strike, и называть ее тоже туннелем. Я думаю, никто не обидится, если я так буду делать. Итак, Guardian берет ТВП, Капи, агрессивный дефенс, какой у него там на зелени получается, но противостоит ему сам NBK, NBK он прогоняет флешкой, и тут, по-моему, готовится жесткий-жесткий расклад от VeryGames. Ну, либо это закрыто, либо UpDown. UpDown смотрится, выход на котлы, прикрывает выход на котлы, AWP, RPK проходит, Existence уже готов открыться дальше, чтобы прочекать верхний горб, посмотрим. Оп, открылся, U0, минус Existence, на размен пытается выйти RPK, но горб уже чистый, конечно, после минуса здесь U0 грамотно. Правильное решение было, только отход, только отход, а не шаг вперед. Отошел в плент, спрятался, все нормально. Пошло дымление, закрытого, в итоге влетают флешки, U0 белый, через дым никто не проходит, UpDown у защиты не Аркадия, 3 в 5, Варигеймис попытается на 15-й раунд сейчас выйти, но, по-моему, это тупиковая атака. Да, это тупиковая атака, они там, походу, зашли в плент. О, да, зашли в плент, остались в пленте, ну, убрали U0, а вот что дальше будете делать? Кеннис, вот эта баночка была, атак перевернул, но тут врывается товар еще Оскар, который ломает просто всю судьбу команды Варигеймс, дает две жесткие головы, забирает третьего парня из французской команды, он же Смитс и Дефьюзит бомбу, это 14-8. Вот вам мы, друзья, Словакия, Словакия вместе с Чехией. Очень жестко ворвались, очень жестко, но опять же, благодаря вот, благодаря Гвардиану, ну и заходу в спину, опять-таки, от последнего игрока, который остался в живых. Но Кеннис на самом деле очень жестко сыграл, вот его вот этот ноу-зум, он просто так в голову попал, нереально жестко, ну, пуля куда-то вот, как-то вправо летела, он же даже по сути не наводился на него. Так, две гранаты сразу в сотку, минус НБК практически, 32 хп у него осталось, бай-раунд играют сейчас Варигеймс, но у них тут будут бай-раунды чередоваться, один эко, там может быть два бая подряд, ну вот, пятнадцатый, конечно, задача взять здесь не из легких, но с пятнадцатым раундом Словакии могут поплыть, реально поплыть, но пока, судя по их стойкости в защите, эти парни хотят все-таки дать камбэк против легендарного Суворс коллектива Варигеймс, может быть, получится. Ну, посмотрим, вот нестандартная позиция уже здесь есть от Destruction, обычно, в принципе, право не чекается, но я не знаю, как здесь поступит атака. Хотя вот оно, право, почему не чекается, потому что вот, тут такая дыра, и здесь контроль весьмит. Кайпе минус два на зелени, забирает РПК, забирает Экзистенса, французы пытаются развернуться, вот он пошел, выход на центр, НПК сыграл предусмотрительно, но его разменяли, Кеннис действует по инфе, играет против Попдога, дает дым, понимает, что его сверху тут уже ждут, и возможно будут простреливать, в итоге там идет серия прострелов, открывается на товарища Снейкса, и это хэдшот, это хэдшот. Какой хэдшот, ну и с ножом, конечно же, бежит на Б-плэнд. Просто потрясающе. Достал ножик и побежал. Вот так красиво, такой красивый, четкий дал хэдшот, все, достанет калаш, иди на закрытый, бегом. Но с калашом, а не с ножом. По-моему, сейчас словаки просто перевернут ВГ. Нюли достал нож реж, вот пишут пользователи. Зачем он достал нож, не ясно. Не, понятно, чтобы быстрее добежать до Б-плэнта, но... А, ну на закрытом-то никого в атаке не было, играли бы с инфы, раунд закончился же еще вот тут, вот где-то в ранней стадии. Ладно, в регейм с тем временем все равно пытаются играть, берут в руки Галилы, последние деньги тратят, еще одна флэшка пошла, вторая флэшка от Кенниса, выход под флэш на А-плэнт, и первый минус есть, забирают они Оскара. Посмотрим, как Капи разыграет зелень, минусует плэн, там падает бомба, единица на него не открывается, единица пытается драться с плэнтом, и Кеннис вот сумел все-таки застать врасплох. Влетает сюда Ю-0, остается 1 в 4, но его при таком преимуществе численном и созданном перекрестном огне спокойно закрыли. Ну и вот он, 15 раунд от команды Вари Геймс. Ну что, вот мои ДГБ сейчас не стоит на самом-то деле мучиться на трене, нужно подумать, что они будут играть дальше. И как, самое главное, как они будут играть дальше этот матч против Вари Геймс. Но если будет нюк второй карты, и они перевернут, к примеру, ВГшников на нюке, и счет будет по картам 1-1, то это, конечно, будет самый яркий полуфинал, да и вообще, наверное, одна из самых ярких игр. Ну вот в четвертьфинале уж точно ESC Вари Геймс это одна из ярких встреч сегодняшнего дня. Давайте смотреть, что происходит. Так, пошел выход здесь, как видим, Сотки, зажимает Оскар, справляется с первым игроком, но стрельбу не законтролировал, не смог сфокусироваться еще на одном сопернике, ситуация 2-3, в меньшинстве остаются мои ДГБ-нет, услышал Гвардиан-лестницу, отвернулся, в итоге не законтрил плент, последний Ю-0, который думает, что его обходят в спину, но никому-то не нужен, никому-то не нужен. Смит уже посмотрите, где находится, ну и Ю-0 сейчас пойдет в лобовое столкновение. Он пытается по позициям прострелить соперника, но это 16-9. Ну что, первая карта, друзья, первого полуфинала заканчивается со счетом 9-16 в пользу французской команды VeryGames.net. Увидимся на второй карте, которая будет играться через несколько минут. 1-0 за VeryGames в этом полуфинале. До свидания.